Анатолий Бочкарев помогать Одинцовским птицам приехал из Краснознаменска. Мальчик учится в четвертом классе и увлекается историей Великой Отечественной войны. Хотя раньше был интерес и к пернатым. Раньше в школе интересовался. А каким птицам отдаете предпочтение? В основном скворцам и соловьям. А почему именно им? У соловья самый красивый голос из всех птиц. Вот скворцы, вот именно они селятся, вот таких скворечников. В этом году экскурсия по Одинцовскому лесу – часть праздничной программы. О его пернатых обитателях и их домах, детям и родителям рассказал Антон Кузнецов. Сотрудник краеведческого музея обращал внимание экскурсантов на такие детали, которые раньше бы не бросились им в глаза. Например, леток, то есть входное отверстие на очередном скворечнике, как будто испачкан. Но это вовсе не грязь, а наглядное доказательство того, что гнездовье обитаемо. Поползем птичка маленькая, ему очень не нравится, что, соответственно, широкий леток, он лишнее замазывает глиной. Скворечники из молочных пакетов или пластиковых бутылок и выглядят неэстетично, и птицам в них неудобно. Дерево – идеальный материал для искусственного гнездовья. При этом, отправляясь в лес, чтобы помочь пернатым, стоит забыть о гвоздях и запастись мягкой проволокой. Ведь главная цель похода – помочь, а не навредить. Да и меню для птиц тоже необходимо тщательно продумать. Очень легко найти в интернете, чем можно кормить птиц, подкармливать их в сложную для них пору, а чем нельзя. Конечно, хлебушек – это не очень. Там он и промерзает, и низкокалорийный птиц, и ей постоянно нужно много энергии для того, чтобы это тепло тело поддерживать. На день птиц Поплавские пришли всей семьей. Дмитрий уже, можно сказать, опытный установщик скворечников. Это его второй опыт. На земле папа поддерживала дочь Варвара с мамой Толиной. Ставишь лестницу, заматываешь правильно скворечник в правильном направлении. Птицы в Одинцовском парке не только радуют спортсменов и просто прогуливающихся жителей. Они борются с вредителями, помогают сохранять здоровье леса и нуждаются в круглогодичной поддержке. Мы проводим работы по инспекции ранее подвешенных скворечников. Если надо, мы их перевешиваем, чиним. И также мы проводим подобные акции регулярно. В ноябре месяце мы проводим такие же акции, но по подвесу кормушек в тот период, когда птицы наиболее острые в межсезонье нуждаются в питании. И, конечно, участникам праздничной акции напомнили, что, отправляясь в лес, всегда необходимо помнить, что мы там всего лишь гости. Поэтому и вести себя нужно скромно, не причиняя вреда природе. Продолжение следует...